всем привет меня зовут настя и вы находитесь на канале посвященном вязанию и теплым вещам созданным своими руками сегодня воскресенье я начинаю записи очередного недельного микса начнем мы с процесса который я вам еще не показала но показала пряжу из которой я собиралась начинать вязать и это вот такой вот интересный хлопок тоненький ниточка тоненькая показала что сделала размотала вот таким вот образом чтобы сделать его в три сложения не сказала даже чем буду вязать и что и я начала процесс крючком иногда у меня так бывает что я как возьму в руки в крючок так и не хочу его выпускать и это был тот самый случай я посмотрела на бобинку и поняла что хочу с ней поработать причем хочу я поработать с ней в каком-то декоре для дома в каких-то уютных аксессуарах потому что она очень-очень была весомая и мне хочется ее потихоньку начать извязывать и собственно я это буду делать артикул я не знаю написано ли вообще здесь верно поэтому не буду его даже озвучивать лучше покажу что же я начала вязать а начала я вязать корзинку и корзинку я вяжу с а вот таким вот донышком мне донышки для корзинок разного размера посылала моя подружка в подарок это по моему дсп или что-то такое но очень удачно и мне нравится что они однотонны они не пластиковые и я начала вязать корзинку вяжу я ее крючком в три сложения и еще внутрь я вставляю вот такой вот шнур довольно толстый но не совсем толстый тоже был подарок и я вот решила все вместе сейчас объединить добавляю шнур для плотности и по моему это было очень хорошим решением получится очень уютная корзинка такая которую великолепно подойдет мне в интерьер я думаю что скорее всего я поставлю именно эту корзинку вот туда наверх на свой шкаф и в ней в ней будет будут лежать мои косметички с косметикой потому что обычно они у меня лежат в прикроватной такой крафтовой корзине которая уже не очень хорошо выглядит ее надо чем-нибудь заменить я решил что пусть будет вот такой вот красивый декор нить меланжевая и она еще с каким-то градиентом он периодически нить становится то темнеет и светлее ну вот так вот средний держит форму но мне нравится единственно вязать довольно тяжело я не очень люблю работать с джутом и с такими очень грубыми фактурам у меня устают руки и крючок здесь тоже не маленький это японский номер семь с половиной я подпишу какой это будет размер обычный крючка крючок раку раку двусторонний вот такой вот двигаюсь потихоньку я вот такой такую высоту провязала за два вечера за пятницу и за субботу здесь я только что померила 13 сантиметров буду вязать выше вот примерно на столько еще сантиметров 10 может быть 15 провяжу чтобы она была такая высокая возможно сделаю подворот это было бы очень стильно но мне нравится именно такой результат пусть она будет такая немножко рустикальная и выглядит мне кажется это немножко более эстетично чем корзинки такого плана из трикотажного шнура трикотажные пряжи не шнур у меня тоже есть но я ее буду использовать в других корзинках скорее всего с такими донышками хочется каких-то хлопковых корзин у меня есть вот этот хлопок и еще у меня есть какая-то интересная ниточка которую мне тоже дарили возможно я и и из нее тоже повяжу корзины летом но сейчас вот прям срочно захотелось и я принялась за процесс как я вижу я вижу по мастер-классу на ютюбе мне нужно было понять принцип как вывязывается нить в дно и частоту прибавок все соблюла и теперь просто вижу вверх в начале было вязать даже тяжелее чем сейчас потому что плотная основа не очень было удобно все это поддевать сейчас стало полегче она гнется и буду продолжать потихонечку надеюсь что в конце этого видео корзиночка как минимум будет готова что я еще хочу попробовать как поэкспериментировать с этой с этим хлопком я хочу попробовать его и в ковровой вышивке и также в кухонных аксессуарах даже вчера нашла уже бесплатное описание на сайте garm studio варежки кухонные и возможно свяжу варежку я думаю что мне вообще на все хватит и извяжу бобинку потому что она красивая но очень красиво и и надо пустить ее в дело еще вчера я успела уже заснять небольшой сюжет для вас ко мне вчера приехала посылка от моей зрительницы и из германии и у меня было такое настроение весенние там приехали очень красивые теплые теплые моточки пряжи в таких весенних цветах мне так захотелось с ними поработать что я начала процесс я думаю что покажу я вам моточки в распаковке и потом покажу цвета этой пряж поближе но пока я просто начала вязать скорее всего сегодня я сколько провязала столько провязала на этом остановлюсь потому что не получилось в воскресенье нигде цветную схему жаккарды распечатать буду вязать я по описанию потому что просто хочется какого-то не хочется очень много думать и я в планах намечала связать какую-то довольно классическую лапа пейсу и она таки наконец-то будет вечером много времени провела в поисках описание на раввала и смотрела смотрела на пинтерест и в итоге к чему пришла расскажу уже когда появится цвет пусть до завтрашнего дня это будет небольшим секретом но также упоминала в прошлом видео что хотела вязать из шотландского твида от троицкой фабрики не знаю говорил это или нет тоже круглую кокетку шаккардом уже даже думала купить вчера описание но всегда перед тем как купить описание если я в чем-то сомневаюсь я начинаю читать из какой пряжи данная модель связаны выяснилось что там пряжа толще и пряжи с которой я планировала вязать это изделие мне не подходит а так как пересчетами из платных описаний я не очень люблю заниматься и мне именно этого сейчас не хотелось поэтому я принялась за другой процесс сейчас покажу самое-самое начало я провязала двойной ворот вот такой вот такого седого красивого цвета и я не знаю почему я взялась за такое теплое изделие сейчас другой стороны ко мне такое желание могло прийти в очень жаркое время года летом я в прошлом году летом самую жару вязала уже лапа пейс из дундаги толстой поэтому думаю что сейчас пока еще самое время тем более в жаккарде будут очень красивые такие сочные цвета и хочется проступить не сейчас провязала двойной ворот сделала череду прибавок и наверное завтра во второй половине дня если я конечно не терплю то я приступлю к жаккардовой кокетке мне кажется она будет очень красиво будет необычных цветах для меня я думаю что в таких цветах вы меня еще наверное даже и не видели а что же это будет узнаем в распаковке я желаю вам дальнейшего приятного просмотра давайте посмотрим на очень эмоционально жизнерадостную распаковку подарка и встретимся с вами уже завтра доброе утро друзья сегодня суббота 11 часов утра я только что пришла с почты я получила очень жизнерадостного цвета коробочку приехал к она ко мне от инны из германии с инной мы договаривались обменяться открыточками я и правила открытку и было так приятно что она и получил 25 декабря прям день рождества католического и потом мы признала что взяла и отправила мне не открытку а посылку вот такая вот посылочка и давайте мы ее будем вместе с вами открывать возьму ножницы очень интересно что же такое прислала мне инна я чуть не потеряла дар речи потому что я как только открыла коробку смотрите что там лежит там лежит вот такой вот что же это друзья это исландская шерсть лет лопе очень ярко и очень позитивный разных расцветок на целую лапопейсу очень очень рады именно спасибо большое просто не могу сдерживать улыбку и так давайте смотреть ну надо же неожиданное сочетание но думаю что будет очень классно очень и очень тепло значит какие тут есть оттенки во первых здесь вот такие вот оттенки подходят необычно не неожиданно у меня еще остался моточек белого цвета такой цвет и крю вот такая гамма и к ним еще намотан вот такие вот бублики серый серый для основного цвета и вот такие вот жизнерадостные для для жаккарда добавлю еще белый это будет что-то очень необычное очень теплое я даже и не планировала имени не мечтала создать в этом году еще лапопейсу из лет лопе и это радость это огромнейшая радость здесь точно хватит на на плечевое изделие потому что я помню сколько нужно было на него пряжи и здесь гораздо больше я думаю что здесь хватит на целых фамили лук супругом я конечно не буду вязать такого цвета кстати говоря у вас вот этот цвет передается цветом какой-то фукси он же такой кораллово-красный красивый цвет очень ярко передается слишком даже все оттенки более предусловно здесь много пряжи ну прям точно точно мне хватит на целую лапопейсу ой как я рада спасибо большое еще здесь какая-то красивая открыточка пожелание потом прочитаю давайте продолжим то здесь вот такое количество подарков в упаковочной бумаге такой красивый сейчас буду очень аккуратно вскрывать потому что это обязательно нужно сохранить тут такие классные мышатки о мышатки на веточках пуансетти кажется вот такая очка все таком винтажном стиле упаковочная бумага давайте посмотрим что уже внутри шок внутри просто шок внутри как же вот эта техника называется японская вышивки и здесь всякие всякие предметы во первых здесь наверное какая-то салфеточка я бы сейчас и не писать спрашивать подробности вот такая вот на белом фоне наверняка там есть какая-то внутри инструкция потом есть вот такая вот просто вот вот самое интересное что я знаю как называется эта техника но именно во время записи видео из головы у меня это вылетел это делается стежками строчка такая и какую красиво можно было бы сделать наложку на подушку или косметичку прелесть и еще вот такая здесь рыбки и купоны на купон похоже очень красиво очень интересно кстати такой техника никогда не пробовала и что-то еще здесь лежит ножницы понадобится точно а это книжка книжка по вышивке ботанической японское издание какая классная здесь стежки прелесть прессе кстати говоря думала заказать себе книжку про вышивку гладью такую такую ботаническую известную она есть на русском языке все думала думал заказать ее или нет но думаю что мне она теперь не нужна потому что здесь такая красотища просто бесценно спасибо огромное как я рада я сейчас еще что-то буду открывать что-то мягкое а тут а тут отрез ткани и вы знаете это же можно было бы слопосейся носить я думаю что я бы из этого юбку сшил я бы не стал делать из этого проекта мешочка это очень хлоп хлопок плотный есть даже предположение что он японский наверное это хлопок такая текстура красивая и цвет вот неожиданно но мне кажется что малиновый не цвет подходит мне он очень нравится даже на тех вот подумала может быть мне какой-нибудь малиновый свитер связать а тут такой красивый отрез ткани здесь точно хватит на юбку на красивую такую женственную и огромное спасибо все я закончила сейчас буду рассматривать книжку обниматься с теплыми шерстными моточками видимся мы с вами уже завтра спасибо что разделили со мной эту радость я прочитала именно письмо и решила вернуться и сказать что конечно же эта техника называется сашико скорее всего так ударение делается правильно а вот эта шерсть это натуральная шерсть которую инна покупала украине и вы знаете я ее внешне даже не распознала что это не лет лоб и она очень подходит по толщине и здесь правда ее много и написала что навязала свитер собиралась взять второй но решила это пряжу отправить мне она очень красивого цвета такого натурального седого седого серо-коричневого очень красивый цвет так что я обязательно буду вышивать обязательно примусь за какой-нибудь маленький приятный процесс из этой книжки и это точно японский хлопок который именно собственно там упала я очень-очень рада спасибо большое и на ты сделала мое утро очень-очень радость привет друзья сегодня понедельник у нас вдруг пришла зима и 14 февраля на дворе у меня на горе видно что лежит снег я сегодня выходила на улице там немножко шел снег он конечно не лег на землю но было все равно очень приятно и такая чуть-чуть мокрая погода давно такого не было я уже по такой погоде соскучилась поэтому ноги меня прямиком прям отправили на улицу погулять что рассказать по вязанию очень много я продвинулась я вчера сказала что я наверное буду ждать когда у меня появится распечатанное описание лапопейса но я не выдержала и на начала вязать но вот думаю что вечером не очень бы приголодилась описание потому что я даже не могу себе нигде отметить какой я цвет заменяю в описании на свой и каков итог итог я продвинулась очень неплохо сейчас покажу лапопейса уже выглядит вот так ну на камере конечно вот этот вот краснокоралловый кажется цветом фуксии не знаю почему все оттенки которые будут присутствовать уже в лапа уже задействованы много белого цвета я немножечко даже переживаю хватит ли мне моточка это мой остаток от предыдущего лапопейса у меня был один моточек белой пряжи если его не хватит я не знаю пока что я буду делать у меня конечно есть много разной другой пряжи но не в такой скрутки мне кажется что будет заметно если я ее заменю что я делаю вообще вижу я по описанию это бесплатное описание сайта навито мне очень понравилась эта модель я уже рассказывала как бы я хотел связать какую-то новую классическую лапа пейсу пересмотрел я миллион вариантов и остановилась на вот этой сейчас будет фотографии это описание которое было в одном из журналов навито и потом оно перешло в бесплатный доступ есть описание на английском на финском но на самом деле в описание лапа пейси что главное это раппорт узора в остальном мне лично там больше ничего не нужно сани у навито под пряжу исландской шерсти то по моему довольно новая позиция по моему она появилась у навито в прошлом году честно говоря я не могу сказать похвастаться тем что я с пряжи на вид вообще как-то знакома у меня есть маленький небольшой моточек одной пряжи и я я из нее даже не пробовала пока вязать но это не исландская шерсть и там метраж такой же как у лет лобби поэтому я просто смело взяла и начала вязать вижу я на размер по моему то ли с то ли м я обязательно все подпишу в описании ссылочку дам и набрала я и стала вязать двойной ворот на вот такой вот толстенький мне нравится понравилось как он выглядит в моем джемпере зеленом и решила что для лапа пейс очень даже удачный вариант по моему даже эластичность то что нужно и приступила я вязать вижу я по описанию я никак не изменяла количество рапортов ничего не делала пока вижу как есть позже буду примерять посмотрим как она на меня сядет росток скорее всего будет азиатский где-то внизу после жаккарда на спинке и возможно немножко на рукавах посмотрим я пока не знаю точно но сочетание цветов правда неожиданное но мне кажется что в такой классической версии кокетки это выглядит здорово ярко и такой свитер с хорошим настроением на самом деле за последнее время мои зрители мои друзья много подарили мне пряжи в каких-то таких неожиданных цветах которым я сама никогда не подходила не знаю много пряжи каких-то сиреневых оттенков секционный пряжи много в этом цвете и я буду вязать из нее попозже но сейчас не просто очень остро сильно захотелось повязать такой грубой натуральной шерсти ну зачем сопротивляться своим желанием поэтому я взяла и приступила вчера провязала буквально чуть-чуть и сегодня уже неплохо продвинулась серая пряжа это украинская шерсть она так вкусно пахнет овцой я не знаю что случилось на и периодически просто ее мухой очень она мне нравится поэтому я не удержался начала такой вот красивый процесс думаю что будет все хорошо вязание идет неплохо не могу загадывать насколько быстро я справлюсь с работой я не тороплюсь я получаю огромнейшее удовольствие работа не самая простая у меня довольно часто в ряду присутствует три разных цвета это значит и протяжки и перекручивание нити пользуюсь я на перском clover вот у меня сейчас трините в работе но на трините в работе у меня всего в нескольких рядах и между ними у меня намного быстрее идет вязание если всего два цвета присутствует в ряде дальше буду продолжать вот этого яркого я думаю что не будет так много цвета но все равно он очень и очень акцентный ничего подобного у меня еще в гардеробе нет и почему бы не появиться такой яркой версии лопопейса такого красивого свитера с джинсами я думаю что это будет здорово и с каким-то зимним пальто или пуховиком почему бы и нет вот такие продвижения в работе на спицах и продвижение в работе крючком у меня тоже довольно значительные я вчера когда повязала немножко лопопейсу я остановилась и продолжила вязать крючком вчера вам показывала на стадии когда у меня корзина была высоту 13 сантиметров она выросла выросла вот настолько мне кажется вот это вот вся темная часть это новое и я предполагаю что у меня здесь осталось вот уже моточки стали меньше я скорее всего буду их извязывать и шнур вот этот у меня тоже еще есть я хочу извязать по максимуму моточки наверное я возможно даже справлюсь этой задачей и хочу сделать подворот и мне кажется что корзина будет очень очень красивый не знаю мне нравится она немножко какая-то неровная за счет того что ну может быть я немножко нить где-то перетягиваю где-то где-то слабее вижу где-то ту же плюс вот этот вот шнур внутри он дает такой эффект мне кажется что это все равно очень и очень красиво поэтому этот процесс я тоже буду потихоньку продолжать как и говорила мне с джутом и прочими текстурами грубый группу с грубыми текстурами в работе крючком довольно тяжело у меня натирает пальцы вчера немножко натерла мозоль на большом пальце поэтому дальше буду вязать чуть меньше но мне нравится очень-очень процесс и думаю что потом также продолжу с этим хлопком работать и в ковровой технике тоже его попробую на чем расскажу чуть позже вот такие вот новости что вам еще рассказать я думаю что весна все-таки в скором времени придет и уже пора какой-нибудь зелень наверное посадить микро зелень я в интернете в инстаграме по моему кого-то наткнулась на какие-то специальные джутовые подложки под семена если вы садовод и вы что-нибудь об этом знаете насколько это удобно насколько это полезно напишите пожалуйста в комментариях на этом с вами буду прощаться увидимся с вами завтра надеюсь что мне будет что вам еще рассказать и показать у меня Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, сегодня вторник. Пока я не переоделась и у меня загружается видео на YouTube, расскажу, что вчера оделась, сегодня пока никакого творчества не было, были дела, потом была запись видео и продвижение пола по пейсе. Давайте начнем с них. Я, конечно же, не повесила никакие стоперы, петли у меня улетели, но не беда. Вот такая вот яркая круглая кокетка у меня получается. Как-то так я подгадала цвета, что у меня вот этот узор сложился в бутон тюльпана. Пусть так и будет. Будет такая немножко весенняя лопопейса на суровую-суровую зиму подходящая. Мне кажется, мы вчера остановились где-то вот здесь, но довольно немало я провязала. Это пока только половина круглой кокетки. Вяжу я медленно, потому что так. Потому что три цвета много присутствует в каждом ряду, и это немножко тормозит процесс. С двумя цветами в ряду работать намного проще. Но все равно уже, согласитесь, по-моему, очень-очень ярко и красиво будет. Вот такая вот работа. Продвигается потихоньку. Если вы меня спросите, как там поживает плед, плед пока никак не поживает. Но я надеюсь, что вы меня не будете сильно ругать. На меня нашло вдохновение. Я решила вязать крючком корзину, и пока я ее не закончу, вязать фрагменты или обвязывать их я не буду. Но сейчас расскажу об одной идее сумасшедшей, которую мне подкинула моя подписчица Галина. Галина написала вот о чем. Вообще-то плед дружбы задумывался не как покрывал, а как плед. А плед это нечто немного меньшее по размерам. И Галина, еще когда я первый раз спрашивала у зрителей, как мне быть с раскладками, написала, почему бы не сделать плед двусторонним. И вообще-то это очень неплохая идея. Это будет тогда в два раза меньше размер. И двусторонний плед. С одной стороны будут вот эти вот красивые красно-горчичные цвета, а с другой стороны будут светлые, коричневые и голубые и зеленые. Как вам такая идея? Я вообще-то на ней хорошо так уже зацепилась, но надо попробовать. Надо как-то их как два пледа отдельно разложить. Как это все соединять? Все равно обвязка маленькая, прям совсем маленькая. Соединение всех квадратов с одной стороны и потом обвязывание двух сторон пледа. Вот такая идея. Мне кажется, она интересная и по настроению можно переворачивать то в одну сторону, то в другую. Осенью, например, очень красиво будет именно вот в такой осенней цветовой гамме, когда плед будет. Ну а весной уже можно и на другую сторону его перевернуть. Ну а что касается моей корзинки, я вчера продвинулась совсем немножко. Вот, по-моему, даже видно, где я продвинулась. Вот здесь вот начался опять светлый цвет. Не знаю, как так нить ложится, но как ложится, так ложится. Пока у меня еще моточки не закончились, джут у меня не закончился, но я думаю, что весь джут я и не извяжу, моточки вот на такой вот стадии. Поэтому буду потихонечку вязать несколько рядов в день, потому что туговато вязать, у меня устает рука от него. И куда вообще-то торопиться. Хочется, чтобы была большая красивая корзина. Вот так вот она сейчас выглядит. И сегодня чуть-чуть повяжу то, чуть-чуть повяжу все. Необычно для меня, конечно, потому что, как правило, я беру только один процесс вязаный. На второй какой-то либо шитье, либо вышивка, либо ковровая вышивка. Тут вот так вот один процесс крючком, второй спицами. Но раз так захотелось, значит так тому и быть. Тем более, что один из них наверняка скоро будет завершен. Такие вот итоги на вторник. Встретимся завтра, расскажу. Какие продвижения, какие планы, может быть, будет вам нового рассказать. Предлагаю вместе сегодня полистать вот такой чудеснейший журнал про вышивку. Я сказала, что здесь ботаническая вышивка только, но немного ошиблась. Полистав, решила, что было бы здорово посмотреть ее вместе с вами. И здание просто шикарнейшее. Здесь, помимо того, что есть примеры вышивки, здесь есть еще и их схема. Одна страница пример, уже вышитые. А дальше идет схема или рисунок какой-то графичный. Очень мне понравилось. Здесь есть идеи уже каких-то готовых изделий. Вот, смотрите, какая красота. И вышивка на трикотаже, и вышитые мешочки. Такая симпатичная корзинка. Вот, смотрите. Вот такая красота. Мешочек для обеда тоже с вышивкой. И дальше продолжим. Бременские музыканты на пенале на льняном. Салфеточки с красивыми маками, сумочки с небольшой вышивкой, с монограммой какая-то штучка, типа наволочки, наверное. Ну, очень все мило. Если вы любители такого винтажного стиля и предпочитаете в таком стиле одежду, очень-очень красиво. Салфеточки также с симпатичными мышками. И обвязка у салфетки крючком какой-то секционной красивой хлопковой нитью. Пордюры и много-много другого. Дальше идут стежки, примеры стежков. Но, смотрите, это, конечно, не будем. Давайте лучше посмотрим на красивые вышитые элементы. Вот тут вот ботаника, причем, смотрите, как здорово выглядит она в монохроме таком. Один цвет с разными оттенками. Оттенки зеленого разные. Вот здесь вот на веточке видно, что здесь все элементы зеленые, но разных цветов. Красотища. И вот такие вот роскошные цветы. Здесь вышивка пока гладью, но будет еще и вышивка крестом дальше. Вазочка тоже очень классная. Элементы можно променить в каких-то декоративных целях. Ведро с мимозами. Я уже так хочу купить мимозы, пока еще ни разу нигде не видела. Посмотрите, какие красивые цветочки и в веночках. Вот эти просто потрясающие. Если вы любите такую маниатюрную вышивку, очень рекомендую журнал. Кстати говоря, какой-то японский журнал по вышивкам сейчас перевели на русский язык. Мне подружка вчера показывала в книжном магазине. Такую, одну из известных книжек. Я пока ее не видела в продаже, но, оказывается, перевели. Снова ботаника, нюти на глазки, незабудки и прочие цветочки. Розочки красивые. Что еще здесь было, что мне очень понравилось. Дальше тоже цветы и растения с надписями. Это очень красиво выглядит на всяких льняных мешочках. Сделать маленькую вышивку, потренироваться и сделать мешочек, например, для какого-то нижнего белья в шкаф. Просто прелесть. Еще продолжение садовой темы. Очень понравился вот этот миниатюрный клевер. Все не так сложно вышивается. Мускари. У меня, кстати, мускари в этом году снова будут на балконе. Увидела, что головки уже высунулись из земли. Еще мимоза. Какая она красивая. Я люблю желтый цвет. И это такой прекрасный весенний цвет. Очень люблю его носить весной. Садовые инструменты, грибочки, очень красивые мухоморчики, подсолнухи. Дальше опять идут схемы. Полистаем просто. Убедитесь, насколько роскошным изданием я теперь обладаю. Так, и дальше пошла вышивка крестиком частичная. Тоже все довольно просто. Совсем немного цветов. Не обязательно покупать мулине по номерам. А просто из того, что дома есть, наверное, можно было бы что-то вышить небольшое. И дальше идут очень симпатичные вышивки с животными. Давайте вот здесь остановимся. И хрюшка простая такая, гладью вышитая. И ослик, и барашек чудесный. И всякие-всякие персонажи. Вот такие вот. На мухоморчике мышка сидит. Ну, просто прелесть. И вот дальше продолжение. Возможно, кого-то это издание из вас вдохновит. Дальше тоже сюжет с животными. Очень простый. Барсук, смотрите, какой здоровский. И собачка красивая. Вот этот вот сюжет маленький. Тут так. Сейчас попробую подойти к вам поближе. Вот так. Нет. Не хочется фокусироваться. Барашки на фоне какой-то красивой вилы. Цирковые животные. Что здесь еще есть? Вот эти вот милейшие ежата и белка. Мышек здесь много всяких разных. Думаю, что очень красиво, кстати, на фетровых каких-то изделиях. Такая миниатюрная вышивка бы выглядела. Дальше пошли тоже сюжетные вышивки. Вот такие детки смешные, щелкунчик и прочее-прочее. Вышивка подойдет как и для каких-то детских изделий, так и для какого-то прикладного. Для прикладных предметов опять бременские музыканты. Вот этот вот сюжет мне очень понравился. И вот эта семейка симпатичная. Так. Снова всякие насекомые и подводный мир вышиты и крестиком, и гладью. Тоже всевозможные животные. Дальше идет алфавит крестиком с разными шрифтами и алфавит гладью. Вот он очень-очень симпатичный. Вот, смотрите, какая красота. Всевозможные шрифты не только на английском. Вот. Такое вот красивое издание. Довольно большое. Вот эти вот вышитые сюжетики маленькие крестом вполне подходят даже для жаккардов. Какие бараны смешные. И ежики, ежики идут куда-то. И на огромное спасибо за книжку. Я в восторге. Вот эта вот еще тоже мне очень понравилась. Маленькая такая вышивка. Очень много милых. Обязательно что-нибудь из этого применю и вышью. Надеюсь, что вам было интересно со мной полистать журнал по вышивке. Здесь еще есть фотографии других изданий. Нужно будет тоже их изучить. Увидимся чуть позже. Привет, друзья. Сегодня среда. Как же хорошо, что уже намного позже стемнеет. Сейчас 6 вечера. Я села только записывать маленький фрагмент. И еще светит солнышко. Что сказать. Я вчера не притрагивалась к крючку. Решила посвятить вечер вязанию лопопейсой. И сегодняшнее утро я посвятила тоже ей. И, по-моему, я завершила вязать кокетку. Получилась вот такая красота. Да, петли немножко сбежали. Я решила сделать фотографию. Очень красиво. Единственное, вот здесь не хватает белого цвета. И я думаю, что я по петлям вышью маленькие фрагментики. Вот здесь, чтобы не было вот такого вот фрагмента. Непонятно, к чему относящемуся. Пряжа у меня осталась. Ура! Я очень переживала, что мне не хватит пряжи. Но, несмотря на то, что круглая кокетка, очень акцентная, очень активная. И здесь много пряжи, много цветов. У меня каждой пряжи осталось понемножку. Я уложилась. И думаю, что, наверное, после того, как я с вами поговорю, немножко ближе посмотрим руками в кадре на полотно. Но расскажу, какой длины. В принципе, вчера на себя примеряла. И выглядит это очень даже симпатично. И вполне мне по размеру. Так что, вот такие вот успехи. Примерим в сантиметрах, сколько у меня круглая кокетка. Но, по-моему, вполне прилично. В районе 29-30 сантиметров. Дальше уже некуда. Дальше уже, мне кажется, самое время переходить на вязание тела и рукавов. Но я на всякий случай это еще раз на себя примерю, чтобы убедиться, что все-все отлично. Но могу сказать, что весь узор по описанию у меня не поместился. Посмотрим поближе и расскажу все-все-все подробно. Сегодня я продолжать, скорее всего, лапопейсу вязать не буду. Здесь сейчас нужно будет вывязывать росток. И я хочу сегодня довязать-таки, наконец, корзину крючком. Но осталось не знаю, сколько сантиметров. Но по максимуму буду вывязывать. Завершу этот процесс и тогда уже продолжу работу. Здесь осталось все самое неинтересное. Лицевая гладь. Но так как спица довольно большого размера, я думаю, что тоже пойдет все очень быстро. Я все думала, к чему у меня такие цвета яркие, к чему я вспомнила, что у меня дутый жилет малинового цвета фуксии. И вообще можно будет в такую погоду уже где-то в начале марта ходить по улице в лапопейсе и в жилете. Ярко и очень даже, по-моему, будет красиво. Пришло время посмотреть на лапопейсы поближе. И наступил уже, на самом деле, следующий день. И я даже внесла кое-какие коррективы в круглую кокетку. Говорила вам вчера, что хотела бы немножко добавить цвета. И вышла по петлям вот эти вот рядочки белым цветом, чтобы часть круглой кокетки не выбивалась какой-то очень однородностью. И теперь получилось вот так. Я довязала еще пару рядов, потому что иначе получалось, что рисунок как-то нелогично прерывается. Немножко зубчатый край оставила. И теперь я буду приступать к формированию росткау при помощи укороченных рядов. Каким способом я это буду делать, я не знаю. Наверное, это будут немецкие укороченные ряды. Спину нужно действительно обязательно удлинить. Но вот посмотрите, какой красивый узор. Я пока не отпаривала его. Я не проводила ВТО, ничего не делала. Но думаю, что все будет очень даже красиво. У меня как-то неожиданно. Перед тем, как я начала этот процесс, цвет лака вот такой появился на ногтях и очень под него сейчас подходит. Давайте с вами померим высоту круглой кокетки. Обещала вам. Давайте это сделаем вместе при помощи моей красивой новой рулетки. Обновленной. Если считать вместе с форотом, то это 30 сантиметров. Думаю, что этого более чем достаточно. В описании круглой кокетки, в описании от Навито, еще в конце нужно прибавить как-то равномерно 6 петель. Нужно будет почитать, для чего они это делают. Наверное, для более логичного распределения петель на полочке и на спине, на перед спинку и на рукава. Я, возможно, это тоже сделаю. Но посмотрим. Вообще очень красиво. Я вяжу с... Вот сейчас видна такая неровная линия. Это моя вышивка по петлям. Потому что я делала такие протяжечки. Как-то не особо аккуратно. Я думаю, что это не очень-то страшно. А так я вяжу с протяжком. Протяжки на 3 петли. И думаю, что эти протяжки делают свитер еще более теплым и согревающим. Дальше, конечно, полотно уже будет не такое толстое, но ничего страшного. Все равно это очень-очень теплая шерсть. Остатки пряжи совсем небольшие. Вот, смотрите, осталось от одного мотка. Примерно столько же осталось от белого. Чуть больше от сиреневого. И от кораллового. Кораллового, красного у меня еще есть несколько моточков. И оставлю на всякий случай. Может, у меня потом появится когда-нибудь еще эта пряжа. И я еще что-нибудь замиксую. Какой-нибудь, например, фейрайл. Потому что на полноценную круглую кокетку, конечно, такого количества недостаточно. Этого достаточно будет буквально на парочку, наверное, рядов. Ну, вот так вот красиво все выглядит. Очень мохнатый пушистый пряжа. Вы представляете, как она меня будет согревать. Горловина двойная. Я нитки пока еще никакие не прятала. Вот так вот это выглядит изнутри. Довольно пластично. Все красиво. Спицы сейчас у меня четыре с половиной. На самом деле, когда вы вяжете по описанию круглую кокетку, выбираете какие-то свои цвета, она уже становится уникальной, потому что узоры в разных оттенках, в разном сочетании цвета выглядят по-разному. Так что я думаю, что она все равно будет какая-то уникальная. И только у меня одну одной такая, потому что я даже не прописывала себе, что вот, например, я начала одним цветом вязать по схеме, и что я его везде одинаково повторяю. Нет, я местами меняла это все, и вот что получилось. Но мне кажется, что все равно получилась довольно классическая круглая кокетка по узору я имею в виду. И вот такая вот. Мне очень нравится. И осталось совсем не так уж и много работы в плане... В плане того, что сейчас будет лицевая гладь, немножко росток провяжу, и все, и уже перейду на простое-простое вязание. На манжетах у рукавов и понизу я жаккард пускать, наверное, не буду. Мне как-то этого не хочется. Я думаю, что я, скорее всего, буду делать просто контрастным цветом манжета и у тела джемпера, и у рукавов. Наверное, это будет вот этот вот цвет. У меня его много. Он у меня есть в остатках. И почему бы не сделать манжеты яркими? Но я в любой момент еще, конечно, смогу передумать. Поделилась с вами этой красотой. Пойду сейчас связать росток. Увидимся с вами чуть позже. Друзья, привет! Сегодня, по-моему, уже четверг, и я записала отрывочек про лапопейсу. Еще могу только... Единственное, что я сделала, к себе ее приложить. Вот так вот сейчас она выглядит, и впереди монотонная работа с лицевой гладью. Но все равно пряжа очень приятная, тактильная. Очень я люблю работать с вот такой вот шерстью. И думаю, что впереди ни один приятный вечер меня ожидает. И, как я вам рассказывала вчера, я планировала завершить вязать корзину, и я это сделала. Получилась вот такая красавица. Немножко неровная. Наверное, за счет того, что плотность вязания каждый день у меня разная, и надо бы ее еще немножко отпарить. Но вообще-то мне, честно говоря, нравится, что она какая-то такая немножко неровная кривая. Я сделала подгиб довольно серьезный. Извязала всю пряжу, которую планировала, и вот такая вот она у меня получилась. По-моему, очень симпатично. В интерьере это выглядит красиво, и даже то, что это ручная работа, прибавляет ей какого-то шарма и ценности лично для меня. И что я планировала в ней хранить? Я планировала в нее положить свои косметички с косметикой, и думаю, что все прекрасно сюда поместится. Она, конечно, будет тяжеленькая, но это не страшно. Вот так вот. Все сюда поместилось. Отлично. И поставлю, скорее всего, на комод сверху. весьма весомый, но здесь прочное дно, поэтому думаю, что это не страшно для корзинки, но я работаю довольна, и могу сказать, что очень удачным было решение пристроить в эту корзину хлопок, с которым я никак не знала, как подружиться, чтобы из него связать, а вот какие-то элементы, декор для дома или полезные мелочи связать из хлопка очень даже здорово. И, как назло, вчера у меня чуть-чуть подгорела прихватка варежка, которая у меня есть на кухне, и это был прям, наверное, знак того, что в ближайшее время я буду вязать из этой же пряжи себе варежку. Думаю, что будет очень красиво. Посмотрим, во сколько нитей. Думаю, что в три даже, наверное, будет недостаточно, и может быть, это будет в четыре нити. Но варежку такого рода крючком я никогда не вязала. Это будет новый интересный опыт. Тем более, описание бесплатное, оно на английском языке, и я думаю, что я с ним справлюсь. Не могу сказать, что я начну прямо вот-вот, сегодня или завтра, но в перспективе, когда у меня будут перерывы между какими-то делами, я бы хотела с этим хлопком еще поработать в интерьерных штучках всякие. прихваточки, может быть, салфеточки на кухню, подставки под тарелки или что-то такое. Я соскучилась по такому вязанию. У меня его довольно много было в 2020 году, и летом было много такого разного вязания, и весной, и я прямо очень часто чередовала вязание крючком и спицами. В последнее время это так не происходит, и, наверное, я по этому периоду соскучилась, и буду что-то такое уютно вязать в дом. У меня осталось еще несколько донышек, и я думаю, что и еще корзинки я повяжу, и еще что-нибудь. Даже сегодня, наверное, пришла к выводу, что пора записать какой-то новый вдохновляющий ролик по интерьерному вязанию. Думаю, что многим это будет интересная и полезная информация. Будут и какие-то описания, и просто красивые картинки, как выглядят вязаные штучки, всякие вязаные крючком и спицами в интерьере. Такие планы возникли, и сегодня будет очередная, наверное, рекомендация YouTube-канала, не связанного с вязанием, но довольно интересного, и хозяйка канала, актриса Бонни Райт, которая многим из любителей Гарри Поттера известна по роли Джинни Уизли. Мне выпал ее канал буквально на, по-моему, прошлой неделе в рекомендованном. Я, конечно же, ее узнала сразу, она такая рыженькая, очень симпатичная, очень естественная, и у нее такой лайв-канал, она много рассказывает о разумном потреблении, об экологичной жизни, и вот о таких вот всяких вещах. У нее бывают небольшие блоги, я посмотрела несколько видео, мне она очень-очень понравилась, она естественная, красивая девушка, и рассказывает о правильных вещах. Если вам это интересно, ссылочка будет на Бонни в описании к этому ролику. Она даже в одном ролике приезжала домой в Англию, в Лондон, сейчас она живет в Америке, и вместе со своей мамой они шили чехлы на подушке. В общем, семья творческая, интересная, и, возможно, вам понравится ее подход к жизни, или сама Бонни в качестве видеоблогера на YouTube. Очень рекомендую, мне она очень-очень была, я ей очень симпатизирую, очень симпатичная девушка. Очень часто поступают вопросы про мужское вязание, почему я не вижу мужа, и я решила записать оригинальный на него ответ, и показать вам шкаф мужа. Муж очень-очень большой минималист, это касается абсолютно любых вещей, и в том числе вещей в гардеробе. И вот на примере его гардероба хочу продемонстрировать то, что все, что ему нравится, и то, что ему нужно, у него уже есть. Как видите, здесь довольно много жаккардовых изделий, и все они покупные. Жаль, что он ушел сегодня в самом светлом и красивом, который мне больше всего нравится, но покажу то, что есть сейчас. не вижу, потому что он против, он не хочет, и если человек чего-то не хочет, я точно не могу его заставить, но давайте покажу, какие красивые джемперы у него есть, хоть и покупные. Некоторые из них турецкие, очень простого масс-маркета, бренда Вайкики турецкого, и могу сказать, что в мужском отделе там очень-очень приличные вещи можно увидеть, они выглядят хорошо, вот джемперам много лет, ни один, ни два года, и выглядят они просто прекрасно. Да, они не из стопроцентной шерсти, но у мужа совершенно другой теплообмен, и ему не нужны такие теплые свитера, как мне, поэтому у него есть вот такие, вот такого плана, посмотрите, какая еще симпатичная вязка, как будто изнаночная, изнаночные петли и жаккард. Вот такие вот изделия он носит, несколько изделий вот именно турецкого производства, очень-очень симпатичные, он ими доволен, новый он не хочет, и крайне редко обновляет что-то в гардеробе, я считаю, что это вполне нормально, и нужно просто это уважать. Есть один джемпер, который я показывала в самом начале ведения моего канала, это джемпер из двойного Твидисов Донигал, прямо это написано на этикетке, это американский джемпер фирмы J.Crew, я ее очень люблю и уважаю, но, к сожалению, привозят в Грузию такие хорошие джемперы в основном только на мужчин. Куплен он был в дисконте по очень хорошей цене, я бы не смогла связать за такую цену полноценное мужское плечевое изделие. Симпатичные ромбы, вот он очень теплый, и он им тоже очень доволен. И джемпер, в котором он сегодня ушел, тоже от фирмы J.Crew, я думаю, что завтра я подсниму кусочек и покажу вам его, там фейрайл очень красивый тоненький из пряжи Lamps Если бы на меня продавали здесь такие изделия в дисконте, я бы тоже с удовольствием их купила, но мужские на меня не очень хорошо садятся. И еще один есть вообще старичок, это H&M, которому очень много лет, но он тоже теплый, толстенький, и здесь преобладает шерсть. И вот такой весь гардероб по зимнему уже, есть еще пара полочек, там лежат лонгсливы, и все. Вот, так что посмотрите, убедитесь в том, что супругу ничего не нужно, дело не в том, что я ему в чем-то отказываю, правда, ничего не хочет, абсолютно ничего, и вот так вот у нас обстоят дела. С вязанными носками дела обстоят, еще интереснее, он их просто не носит, он носит просто толстые хлопковые носки, и в других он просто не нуждается. Надеюсь, что я ответила на ваши вопросы вот таким оригинальным способом, внизу лежат еще рубашки, весенние и летние одежды, и это практически все, что есть у человека в гардеробе. Вот такие вот мужчины бывают разные, мой мужчина вот такой, мой муж минималист, и я совершенно не стараюсь его как-то в этом переубедить или перевоспитать каждый человек очень индивидуален, и вот такой вот ответ на ваш вопрос. Случилась радость, муж переодел джемпер, и могу вам показать тот, который вчера показать не смогла, это вот такой вот красавец. Пряжа лэмпсвул и фейерайл жаккард, очень красивый, тоненький, ну, руками связать это очень сложно, он еще и длинный, потому что муж выше меня, здесь реглан, ну, красота невозможная, цвет красивый camel, чуть-чуть он бледнее передается сейчас на камере, очень он им тоже доволен, с удовольствием носит, вот такой вот. Привет, сегодня утро пятницы, села пораньше записать последний сюжет, потому что хочу пораньше сегодня выпустить видео и заниматься вечером всякими делами. Одну важную информацию забыла рассказать право по пейсу, которое на спицах, дело в том, что мне пришлось сократить там количество узоров, они у меня просто по высоте не уместились в круглую кокетку, вот такой вот крупный элемент, еще должен был быть вниз, вот от этого места, и это бы круглая кокетка была длиной 37 сантиметров, наверное, в общем-то просто это то ли моя плотность, то ли моя пряжа не подходит по высоте кокетки, я не вписалась, и поэтому ее немножко сократила. Как дела вообще с лопопейсой? Я вчера провязала укороченные ряды, сделала росток по спинке и переодела уже рукава на вспомогательную леску и продолжила вязать, провязала довольно немало, вот сколько я провязала на данный момент, вывязала первый моточек вот этой вот шерсти красивой, и у меня еще осталось два, я думаю, что мне хватит, мне точно хватит двух, я думаю, что будет какой-то остаток, я вчера прямо сидела и мечтала, чтобы у меня осталось немножко этой пряжи, чтобы связать толстые домашние носки, такие грубые, вставить в пятку и в мысочек укрепительную такую нитку синтетическую, чтобы они не протирались, потому что это стопроцентная шерсть, и связать носки, но вот такие вот результаты, я думаю, что вполне неплохо, вот так вот выглядит сейчас горловина, еще хотела сказать, что в этой круглой кокетке я старалась избежать ступеньки между рядами и передвигала каждый раз начало ряда, каким образом? я себе, конечно, отметила маркером начало ряда, а дальше в каждом ряду я смещала смещала как бы вот эту линию в сторону, я сначала брала и как это вообще делается, я снимаю одну петлю не провязывая, потом ставлю маркер и вяжу круг, дальше я дохожу до этой петли, которая была снята, провязываю, перекидываю маркер то же самое, делаю дальше, таким образом у меня нет ступеньки нигде и это очень незаметно, бывали, конечно, ситуации, когда там был переход цвета и было понятно, что если петлю просто снять и не провязать, это будет заметно в узоре, в таком случае я чего-то там немножко подхимичивала, но по-моему все получилось очень-очень здорово, я не переходила на меньший номер спиц, при вязании одним цветом, потому что моя вот эта вот серая шерсть, она немножко тоньше, и дабы не получилась какая-то волна после жаккарда, я оставила все как есть и думаю, это было правильным решением, у меня сейчас просто все переснято на более меньшую леску, поэтому не могу вот так целиком показать, но вот сколько провязала, довольно много, я думаю, что еще столько же или даже меньше, и все, можно уже переходить к вязанию резинки внизу, и пока думаю, буду ли я ее делать контрастным цветом, ну, наверное, было бы неплохо и весьма симпатично, проверим, понравится мне эта версия или нет, но на данный момент вот на такой стадии находится работа, больше пока ни к чему не приступала, но идей, конечно, в голове крутится очень много и думаю, что на днях приступлю еще к какому-нибудь интересному процессу. Ну и на этом я с вами, наверное, буду прощаться, спасибо большое, что провели эту неделю со мной, она была очень даже интересной, я много чем занималась, много о чем думала, мечтала, и думаю, что впереди еще много интересных проектов. Если вам это видео понравилось, поставьте ему лайк, пишите комментарии, если вы вдруг заглянули на этот канал впервые, добро пожаловать и буду рада увидеться с вами снова. Желаю вам неисчерпаемого вдохновения, если вы хотите каких-то идей по вязанию весной или вязанию к Пасхе про вязание пасхального декора оставлю ссылочку на давнее свое видео, которое, мне кажется, до сих пор все так же актуально, и, наверное, буду готовиться к новым идеям, чтобы с вами поделиться. До новых встреч, до следующей недели, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok